Чтобы снять вот эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, значит, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, средства массовой информации об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной. У нас есть белорусские законы. Правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем. И это вам поручение. Пригласите сюда генерального прокурора Украины и генерального прокурора Российской Федерации. Все же озабочены этой проблемой. Серьезная проблема. И положите втроем перед собой на стол международные договоры и соглашения, которые у нас с Российской Федерацией и с Украиной. И которые мы подписали в многостороннем плане. Мы же обязательства взяли на себя в этой ситуации тоже. Наши законы председатель Следственного комитета вам доложит вместе с комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей по расследованию. Вот документы, вот информация, на стол втроем решите. Не приедут? Вопрос решим мы без них. Если они так озабочены, вы же видите. Аж ноют, аж пищат, аж кричат. Что только не говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов. И очень важный нюанс. Человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить и из человеческого факта. И мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно. Нам не надо спектакли, ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами. Не надо нас пугать натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека. Если уж на то пошло. Поэтому, повторяю, сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным, на основании наших законов, международно-правовых актов. Примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет.